Продолжение следует... Зачем видео? Почему видео? Вообще, нужно ли это видео или нет? Снимаем в связи с тем, что прошедший день, вчера, прошлый вторник, я на вебинаре познакомил всех, кто там присутствовал, с заключением одним, заключение составленное рядом экспертов. И там было одно очень выдающееся заключение, эксперт номер один. Не хочется ставить под сомнение квалификацию этого человека. Я хотел бы надеяться, что этим человеком управляли какие-то другие мотивы, а не просто безграмотность. Потому что вокруг проекта, вокруг обмоток славянка совмещенных, столько уже легион, столько фантазий всевозможных и столько высказываний авторитетных экспертов, что уже создаётся впечатление о том, что никто не заканчивал советской школы, никто не получал нормальное образование. Из многих этих, я не говорю исключительно о всех людях, но о тех, которые несут какой-то откровенный бред. И начинают искать тёмную кошку, в тёмной комнате, где её нет и не было, и быть не может, и не должно. Потому что, ну, вроде бы книги писаны для всех одни и те же. Читают одни и те же книги, но почему-то из-за них вырастают специалисты, из-за других бандюки, преступники, а иногда просто головотяп. То ли не читают, то ли не разбираются, то ли тут действует поговорка «Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так». Вот где-то приблизительно так. Так, поэтому ещё раз попытаемся, попытаюсь разложить детально по полочкам, что такое эта технология, откуда берётся экономия электроэнергии, что возможно, что невозможно, где сказка, а где ложь. Ну что, начнём. Пойдём, сейчас освободим доску. Вот, да, вот мне снабдили таким приборчиком, который можно поносить. Значит, что такое асинхронный двигатель и с чего он состоит. Вот это статор, у него в обмотке, в статоре есть обмотка. Вот он выполнен из меди. Внутри статора находится ротор. Вот он ротор, состоит из пакета электротехнической стали. Вот и короткозамкнутая обмотка, беличья клетка. Ну и, соответственно, вал. Вот он состоит. Если мы посмотрим на ротор, видно другая конструкция. Видно, выступает алюминий, кольца короткозамыкающие. А непосредственно статор, вот мы видим, у него есть пазы, зубцы, в пазах лежит медь и так далее. Все это нужно для того, чтобы преобразовать электрическую энергию в механическую. Это основная задача, которую должен выполнять асинхронный двигатель. Естественно, у нас сейчас без корпуса. И, как всякое преобразование, это преобразование идет с какой-то эффективностью. Какую-то часть энергии мы подводим, какая-то часть энергии у нас теряется, какая-то преобразуется. Энергию мы подводим вот сюда. Подсоединяем к электрической сети, вот через эти выводы. Какую-то часть энергии. Ну, вот мы смотрим с вами. Вот, допустим, у нас с вами есть, сейчас рандашик не работает, этот может будет работать. О, есть какой-то коридорчик, вот, скажем, вот это, куда мы подаем энергию P1. Подводим. И смотрим. Значит, часть энергии у нас с вами ответвляется и уходит вот сюда. Это энергия потерь на активном сопротивлении в мире. Мы знаем, что любая обмотка обладает активным сопротивлением. Из школы, помню. А знаем, что любое сопротивление приводит к потере, к нагреву. Это вот и пишем. P-меди. Вот мы потеряли, да. П-меди. П-меди. У нас с вами вот этот ручеек стал чуть-чуть поуже. Значит, потом у нас с вами еще часть энергии уходит. Куда? На железо. Железо теряется. Это называется потеря в стали. П-меди. Ручеек стал уже. Вот, видите, сечения здесь меньше. Дальше где у нас теряется? А у нас теряются белящие клетки, да? это потери на алюминий, вот коридорчик у нас вообще, ну сейчас я его слишком заузил, по нагляднее было сделаем, вот так вот чуть расширим, вот здесь у нас потерялась, мы еще проходим и у нас ответвляется еще часть энергии, это потери механические, значит откуда они берутся, ну во-первых, когда ротор вращается, тут стоят подшипники, воздух вращается, снаружи вентиляторы и так далее, П механические и последнее теряется, это здесь у нас идут потери дополнителя, и вот на выходе мы имеем всего лишь вот столько, вот сюда вниз, это называется мощность П2, это та мощность, которую мы получаем вот здесь на валу, П механическая, вот то, что мы можем использовать дальше для выполнения полезной работы. П2 мы можем также с вами записать, как П2 равняется, обороты умноженные на моменты развиваемые на валу и делены на 9550, при этом мы получаем мощность киловаттах, если подставим момент, будем подставлять в ньютонах на метр, а обороты n мы подставляем с вами в оборотах в минуту, такая вещь получается, как распределяются между собой все потери, но если машина правильно спроектирована, у нас потери с вами где-то из всех суммарных потерь, если мы все это просуммируем, значит у нас П меди будут где-то составлять 30 процентов от суммарных потерь, всех потерь, 30 процентов, П стали, тоже где-то 30 процентов на нее идет, от всех суммарных потерь, вот, ну и с учетом тут, 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 П меди мы берем сразу П алюминия, П меди вот здесь, потому что медная клетка бывает алюминиевая, там как угодно, да, ну давайте напишем так, значит, П ротора, вот так вот, ротор меди, тоже где-то 30 процентов, или алюминий, да, сейчас напишем вот тут, но она может быть и из меди выполнена, обмотка, тоже от суммарных потерь, ну а дальше механические дополнительные, они уже не столь значительные, где-то в пределах 10 процентов, вот это приблизительно так распределяется, теперь, все говорят, а вот вы там пишите, там 30 процентов экономии, а КПД, КПД ню, современных электрических машин, где-то 0,8, 0,96, да, так вот вопрос, а как же 30 добавили, тут 0,3, да, это уже больше 100 процентов, ну, ребят, уважаемые, смотрите, в чем проблема, естественно, что вот, если так рассуждать, это в корне неверно, потому что ничего не получится, почему, значит, это связано с тем, что вот эти вот все показатели, все вот эти вот показатели, берутся для условия, что П нагрузки, вот здесь вот на валу, равняется П номинальной, равняется номинальной мощности двигателя, и если мы выполняем вот это вот условие, то вот это вот выполняется, и тогда, как говорится, ни о каких 30 процентах речи быть не можем, почему? Потому что если мы с вами начнем уменьшать потери в меде, в стали, алюминии, механические, дополнительно, это будут доли процентов, единицы процентов, доли, да, и кардинально ничего не изменишь, абсолютно ничего, и поэтому там бороться ради полпроцента, одного процента, это бессмысленно, в чем же это проблема? Откуда берутся 30 процентов, кому надо? Сейчас мы с вами продолжим дальше, сейчас вот это вот убираем, и рисуем другую вещь, значит, мы с вами рисуем график, вот такой, здесь мы ставим с вами обороты, вот здесь мы ставим с вами момент, и рисуем механическую характеристику асинхронного двигателя, вот здесь у нас стоит синхронная частота вращения двигателя, здесь мы так проводим, это момент критический, это здесь вот момент пусковой, вот здесь вот момент, так называемый, минимальный, вот, а вот здесь вот, где-то в этой зоне, вот это вот у нас с вами момент номинальный, и именно произведение вот этих вот номинальных, N номинальный, обороты, P номинальный, у нас с вами равняется произведение N номинально, умноженное на N номинально и деленное на 9550, и мы получаем тот момент, который у нас указан на шильнике с вами, вот в этой точке у нас приводится высокий КПД, высокие параметры, идеальный двигатель, но в этой точке двигатель работает с такой же вероятностью, как попадание ракеты ПО прямо в самолет, ракета взрывается рядом, поэтому двигатель в этом режиме практически не работает, почему, потому что всегда выбирается с запасом на просадку напряжения, на тяжелые условия пуска, там, и так далее, и так далее, поэтому реально двигатель работает в диапазоне, вот в этом, вот в этом, и он характеризуется, если мы возьмем P рабочая, напишем тогда, она будет у нас с вами меньше ли равно P номинально умножить на 1,4, да, перегрузки, либо большее равно 0,4 от P номинально, вот в этом диапазоне он работает. Смотрите, что дальше получается, значит, если мы на этот график с вами наложим график КПД, вот так, да, это вот график КПД, и здесь тоже вот его добавим, помимо n, у нас с вами будет nu еще, да, то получается, что он равен номинально вот в этой точке, но если мы работаем в этой точке, вот в этой вот точке, и вот в этой точке, то мы видим, что он далеко от номинально КПД, и чему же он равняется? Значит, реальный КПД, если мы возьмем, он колеблется где-то в пределах от 0,4 до 0,6 максимум, 40-60 процентов. Понятно, что если 90 процентов 0,9 добавить 0,3, получается 1,2, а если мы добавляем вот к этой величине, мы выходим на реальный КПД. Значит, чем отличается КПД стандартного двигателя, вот график КПД стандартного двигателя, графика КПД совмещенных обмонок в славянке? Малостью. Ладно, да, я попробую, может красный заработает, да, вот так вот, вот оно, о, идет, да. Поэтому у нас получается, что КПД у славянки близко к номинально в диапазоне нагрузок от 0,4 до 1,4. Разница между этими величинами как раз и дает 30-40 процентов. Где тут сказки? Задача стояла не вот эту часть поменять, а поменять график КПД. Теперь, что касается, это мы сейчас с вами говорили об общепромышленном исполнении, двигателе общепромышленного исполнения, который мы используем. Что касается тяговых двигателей, в чем отличие? Тяговые двигатели, которые применяются в электротранспорте, они вообще работают на переходных режимах. И редко, когда работают в номинале. Они либо в недогрозе, либо в перегрозе, либо в разгон, либо в сброс, рекуперация и так далее. В этой точке они практически не работают. Если это вопрос, можно ли было стандартный двигатель вот с такой характеристикой КПД использовать в качестве тягового? Нет. Можно ли использовать вот с такой? Да. Это уже близко. И когда мне говорят, что вот асинхронный двигатель, у них КПД очень высокий. Извините, вы мне ответите, вопрос при нулевой нагрузке, какого КПД у двигателя? То, что на шилике написано или равно нулю? Он не производит никакой работы. Ноль. О чем речь? Уважаемые эксперты. Вы с элементарным разберитесь. И не придумывайте сказки, не навешивайте ярлыку. Вы разберитесь, вы специалисты. Вам самим не стыдно? Возьмите Копылова почитать. Есть библия по электрическим машинам. Есть библия машиностроителей. Это справочник машиностроителя-конструктора Ануриева. Есть библия по электрическим машинам. Это справочник Копылова. И много-много другое написано. Вы не читайте механически, вы постарайтесь понять, что происходит. Теперь о том, что говорят, вот вы там, это самое там, двигатель вот такой, там, раскачегарили, там, до невероятных киловатт. Что это фантастика. Хорошо. Возвращаемся дальше. Вот у нас двигатель. Допустим, крутится у нас на 3000 оборотов. Используя формулу, подставляем мощность. Теперь мы берем на этом двигателе, повышаем частоту с 50 Гц, общепромышленная. Поднимаем ее до 200 Гц. 200 поделить на 50, 4 раза. Значит, у нас обороты выросли 4 раза. Если у нас здесь 4 раза выросли обороты, что и получилось с мощностью? У нас мощность выросла 4 раза. Значит, в этом же железе можно получить больше мощности. Таким путем можно идти. А некоторые предлагают, товарищи обсуждают. В интернете очень много, что тут можно вжарить, туда током раскачегарить, там, получить бешеную мощность из полутора киловаттного, там, с двух киловаттного получить, там, 10-20 киловатт. Читаешь это, смотришь, думаешь, что, возможно, три варианта. Первое, я идиот, я лично, я идиот. Второе, то, что проектировщики, которые разрабатывали пакеты железа для электрических машин, ошиблись с расчетами. А третье, то, что те, которые заявляют это дело, ну, немножко, мягко скажем так, ошибаются. С чем это связано? А связано оно с тем, что вот здесь вот между ротором и статором есть воздушный зазор. И параметры машины, они характеризуются индукцией в воздушном зазоре, которая обозначается как B. Вот индукция B воздушного зазора. Ну, она где-то равняется приблизительно 1 Теслу. Так. И, соответственно, формируют магнитный поток F, который можно выразить как S, площадь поверхности, умноженная на B в воздушном зазоре. А через магнитный поток формируется вращающий момент. Но в то же время магнитный поток, равно как и индукция, они пропорциональны, или являются функцией от числа витков катушки и тока, протекающего через обмотку. Ну, смотрите, что происходит. Мы взяли искусственно через контроллер, повысили ток в обмотке. Что происходит? Аммическое сопротивление у нас есть, потери аммической увеличились. Да, ну, можно сказать, что они будут пропорционально сопротивлению обмотки, пропорционально температуре обмотки. И вроде бы все, можно там ужаривать. Но, как правило, забывают о том, что существуют потери в стали вот здесь. То, что мы говорили в самом начале. Что ж такие? Что из себя представляют эти потери? Вот берем интернет. Интернет, да? И в интернете мы, вот оно, видите, набираем марочник стали. И выбираем сталь, допустим, 24-12. Это очень хорошая сталь, очень хорошая сталь для производства, ее называют еще динамой, да? И сейчас мы с вами посмотрим, какими же свойствами она обладает, да? Вот мы ее вывели. Так, сейчас надо немножко пролистнуть, чуть-чуть поднять, да? Вот мы ее вывели, да? Вот она. Вот смотрим. Тонко-листовой холодный прокат. Сейчас стабилизирую немножко, да? Вот она, тонко-листовой. Тонкий лист 0,35 мм. Вот 0,5 мм. Это то, что у нас в пакете, вот то, что я сейчас показываю, да? И вот мы с вами говорили об индукции. Мы брали вот потери здесь вот при этой индукции. Они у нас составляли 1,3 Тесла, да? Вот при индукции в 1 Тесла, в 1 Тесла, вот то, что мы с вами писали, потери составляют 1,3 Вт на килограмм. Но если мы с вами повышаем до 1,5 Тесла, то потери, потери у нас с вами становятся уже 3,1 Вт на килограмм. Значит, если мы пропорционально на 50% в 1,5 раза, да, повысили ток, то потери у нас с вами увеличились в 2 с лишним раза. Но 1,5 Тесла это не так далеко, это достаточно приемлемо. Достаточно приемлемо. А если мы поднимем до 2 Тесла, там все это вылетает катастрофически. Потому что если мы с вами построим график в зависимости B от H, индукции от H, то получим вот такую картинку. Вот у нас средняя линия намагничивания идет вот так, да? Это вот петля гистерезиса, которую, может помните, из школы, да? Вот она уходит. И что получается? Если мы с вами работаем вот до этого участка, у нас все нормально. Если дальше, у нас с вами идут только потери. Потому что вот здесь у нас с вами B, индукция, а это H. Напряженность, да? Значит, мы с вами что? Теряем пустую, мы приводим к тому, что увеличиваются вот эти вот потери. Все. Поэтому говорить о том, что можно просто так, подав больше тока, выдавить оттуда колоссальную мощность. То есть, да, получите некий перерост. Почему? Потому что у некоторых старин, в частности, которые мы дали, у него характеристика идет все-таки вот так вот чуть-чуть, да? Нужен для того, чтобы при пуске вы не видели. Он вообще не выходил в струн. Вот здесь получаем. Но в бельдесянишниках и у всех остальных такие стали практически редко используют. Дорогое удовольствие. Поэтому стараются применять более дешевые стали. И там противно намного больше. Поэтому не надо полагать, что разработчики таких пакетов глупые были или в чем-то заблуждались. Ошибка. Никто там ни о чем не заблуждался. И в тупую просто такими механическими действиями добиться разительного эффекта невозможно. Да, некоторое лечение получите. Но при этом КПД вы потеряете очень сильно. А стоит без этого платить такую цену. Может, все-таки, наверное, подумать и применить другие способы и решения. Да, это не так просто. Да, это тяжелое. Да, тут нет очевидных решений. Ничего этого нет. Поэтому в лоб эта задача не решается. Надо прикладывать определенные усилия. И не надо фантазировать. Ребята, прежде чем, уважаемые коллеги, прежде чем что-то придумать, надо вот зайти хотя бы на другую. Посмотреть информацию. Попытаться разобраться. И когда вы даете экспертное заключение и говорите, что здесь аферисты, что-то пишут о том, что в жизни существует не может. Вы придите, с нами поговорим, разберемся. Попробуйте техникум. Попробуйте двигатель, его лабораторию. Приходите, давайте подписывайтесь. А так, рассказы, сказки. Понимаете, можно очень просто попасть в очень смешную ситуацию. Очень смешная ситуация. И еще что хотелось бы отметить. Исторически в России так складывается, что разработчики бегут с этой стороны. Можно рассказывать про власть, можно рассказывать про кого-то. Причем здесь власть. Власть занимается другим еще. Понимаете, вы сами так можете душу, что тебе моргать. Что никто не захочет здесь оставаться. Я при первом же предложении уеду. Поэтому будьте толерантнее друг к другу. Разработки на ко всем стране. Если где-то ошибки, разбирайте. И вот, да, Старохин занимался с Лиманским. Чего имена Старохина? Он не денет. Он покажет проблемы, он рассказывает про то, что делается. Даже если тупиковые, бредовые и так далее проекты. Он про них рассказывает. Это и работа, уже он есть. И вина не в нем, а в том, кто приходит с этим проектом. Но что там плохого? Взяли и рассказали. Да, люди там что-то ошиблись. Да, что-то не так сделали. Но этот путь пройден. И другой, познакомившись с результатом на этом пути, я думаю, что не будет повторять. Он пойдет дальше. Поэтому Ярослав делает очень полезную работу. И люди, которые эти проекты рассматривают, тоже делают полезную работу. Просто все это надо делать с учетом накопленного опыта. Один человек сказал разработчику очень правильную мысль. Он сказал, я видел далеко благодаря тому, что я стоял на плечах титана. Любой, который встанет на фундамент, на плечи титана, который создан в базе сегодняшнего дня, будет видеть дальше. Поэтому, ребята, не крушите под собой все. Встаньте на плечи титана. Усознался дальше. Так, уважаемые друзья, коллеги, снова мы в этом кабинете. И снова немножко пошалим. Сегодня пошалим. Потому что в прошлый раз мы говорили, откуда берутся. 130% эффективности, как говорили некоторые эксперты. Ну, мы с этим вопросом, по-моему, в прошлый раз разобрались. Но если не совсем внятно, понятно что-то, более детально, более профессионально, об этом можно почитать и на форуме двигатель.myfor.ru, в других источниках, в статьях, в публикациях наших, ну, в разных местах. Если непонятно, ну, по-моему, куда уж проще. Но сегодня пошалим более жестко. Потому что многие задают вопросы про КПД. Очень грамотно судят обо всех вопросах, ищут сверхъединичность и так далее. Вот сегодня хотелось бы поговорить насчет того, чего же мы достигли в своем прогрессе, борьбе за эффективность и прочие вещи. Пошалим. Ну, для того, чтобы меня не обвинили в том, что я что-то придумываю, как обычно любят многие эксперты, мы с вами воспользуемся информацией из интернета. Проанализируем. Ну, и точно так же и из других литературных источников. Интернет – это интернет, а литература – это литература. Для этого, для начала, мы с вами начнем, ну, с простейшего, наверное, устройства, которое позволило получать механический вращающий момент. И, в принципе, независимые такие вот мобильные источники механической энергии вращающейся – это паровоз. Итак, какой же КПД у паровоза? Давайте посмотрим. Вот у нас здесь с вами страничка. Вот есть такая, да, из интернета. Видно, коэффициент полезного действия паровоза. И описывается история от момента создания, как он двигался. Я сейчас перемещу немножко, чтобы было видно и понятно. Вот страничку. Смотрим. КПД паровоза не превышает 12-14%. Ну, возьмем и запишем базовую величину. Ню, наверное, будет слишком плохо видно. Черный у нас бастует. Синий, да. Ню паровоза. Ну, где-то 15%. Базовая величина. Ну, на этом же принципе преобразование тепловой энергии в электрическую, построенный ТЭЦ. Ню теплоэлектросети в Российской Федерации, ну, можно сказать, приблизительно 45%. Ну, чтобы не быть голословным, да, я тут уже страничку нашел. И смотрим. Вот она. Страничка, которая гласит, что у нас ню, коэффициент полезного действия, вот 40%, ну, в среднем 45%. Вот. За счет чего повышается выше? Это при выработке электроэнергии. За счет того, что отход, утилизация избыточного тепла ведется таким образом. Избыточное тепло, сброс и выбросы отправляются куда? На горячее водоснабжение, отопление, промышленные нужды и так далее, и так далее. Ну, сам процесс преобразования энергии сожженного топлива в электрическую энергию ведется с эффективностью 45%. Поэтому, если мы говорим о том, что привезли вот столько топлива, тон условного топлива, допустим, да, потом направили их в топку, в котле топка, сожгли, получили пар, давление направили на турбину, турбиной привели во вращение генератор, и вот здесь вот на выходе получили электрическую энергию. Вот этот весь процесс идет с эффективностью 45%. Ну, отлично, в три раза лучше, чем у паровоза. В три раза. Теперь обратимся к ТОЭ. Что такое ТОЭ? ТОЭ – теоретическая основа электротехники. И вот они гласят следующую вещь, что условия передачи максимальной мощности от источника к нагрузке, это должно быть следующее условие. Сопротивление источника должно равняться сопротивлению линии и должно равняться сопротивлению нагрузки. Это для цепей переменного тока. Переменного тока. Значит, получается, что мы берем генератор переменного тока, вот этот, вот он, да, он стоит у нас подключен. У него внутреннее сопротивление. Вот так правильнее будет. Р источника, да? Здесь у нас Р линии, да? И вот, ну так, чтобы для симметрии сделаем вот это вот Р-нагрузки. Нагрузка – это то, где у нас выделяется полезная энергия, полезная работа, преобразование, в принципе, да? Ну, скажем, подключен электромотор. Следовательно, из этого уравнения мы можем сделать вывод, что КПД электроснабжения, ну, где-то, в идеальном случае, 33%. Очень интересно, да? Если исходить из этого и посчитать вот эту всю цепочку, вот, от сожженного топлива до полезной работы. Что же мы имеем? 0,45 умножили на 0,33, получили 14,85%. Значит, эффективность вот этой системы нашей равняется 14,85%. Но это в идеальном случае. Почему? Потому что в реальном случае у нас на ТЭС теплоэлектросети, теплоэлектроцентрали, после генератора, если мы берем генератор, да, стоит трансформатор повышающий, который поднимает напряжение с генератора до 35 киловольт. Ну, в разных, может быть, разное, конечно, да? Потом мы поднимаем для передачи электроэнергии на большее расстояние, ну, где-то 110-220 киловольт трансформатор. Потом у нас идет линия электропередач куда-то, заходит на какую-то площадку, и уже с 110-ти мы понижаем от 5 до 35 киловольт. Потом еще один трансформатор стоит с 35 до 6 киловольт. И потом, допустим, ну, в микрорайоне стоит, понижаем до 0,4 киловольт. Ну, и подаем объект непосредственно, ну, допустим, здесь вот у нас будет нагрузка, знаешь, что это? Ну, завод, предприятие, станция метро, жилой дом и так далее. Итого у нас раз, два, три, четыре, пять трансформаторов стоят. Ну, так как эти трансформаторы у нас с вами никогда не работают полностью загруженно, у них то нагружены, то не загружены, причем у них есть какой-то средневзвешенный КПД. Если мы возьмем, конечно, КПД номинальный, он будет достаточно высоким. Ну, так как мы знаем, что есть ночные минимумы, дневные минимумы, соответственно, трансформаторы не загружены, средневзвешенный КПД, ну, возьмем у них 0,95. Трансформаторы в среднем 95%. А сколько же всего здесь на них теряется, мы посмотрим, берем 0,95, умножили на 0,95, умножили на 0,95, умножили 0,95, умножили 0,95. Мы получили с вами 0,75, или иначе сказать, это можно было 0,95, пятой степени, да, значит, у нас вот здесь идет еще 0,77. И нам надо умножить на вот эти 0, эти проценты, да, умножаем на 0,485, получаем 11%, уже с учетом трансформаторов, значит, система электроснабжения, КПД 11%. О как! А если мы с вами возьмем еще утечки, всевозможные, на изоляторах и так далее, эта величина вообще проваливается в никуда. Теперь смотрим прогресс. 11%, 15%. Мы с вами ушли очень далеко. А если еще мы возьмем КПД машины электрической, преобразующую электроэнергию в механическую энергию, и как эта энергия будет вообще использоваться, так вот это все станет вообще плачевым. Ситуация очень интересная. Поэтому практически 90% энергии, полученной вот здесь при сжигании топлива, мы выкинули в окружающую среду. И вот прогрессу. Мы на коне. Мы достигли величайшего уровня цивилизации, вонного, немыслимого человечества. Да, никто не отрицает использование электроэнергии. Упростило доступ к благам цивилизации, упростило конструкцию. Сделало все это компактнее, проще, но неэффективнее. И вот что получается. Что если мы с вами вот здесь сэкономили 1 кВт электроэнергии, то в результате у нас получается, что вот здесь мы сэкономили топливо, которое необходимо сжечь для выработки целых 200 кВт. Значит, сэкономим вот здесь всего лишь 1 кВт. Здесь сэкономим топливо на 9 кВт. Поэтому какую задачу в первую очередь надо решать в современном мире? Вопрос риторический, по-моему. Если все это правильно. Это правильно исходя из, не моих слов, а из того, что есть в первой источнике. Что намного выгоднее и наиболее востребовано общество, и необходимо общество, и необходимо для защиты окружающей среды, и сохранения для окружающего, для будущих поколений, именно окружающей среды, необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы достичь экономии энергии вот здесь. Вот здесь сэкономили. Эту задачу мы с вами решаем, занимаясь совмещенными обмотками. В прошлый раз я рассказывал. Поэтому из всех проектов, которые возможны, которые были проработаны, мы выбрали именно этот проект. Потому что он может оказать максимальное воздействие на все сферы жизни людей. И, соответственно, на окружающую среду. И чем эффективнее мы с вами будем работать, чем быстрее мы достигнем поставленных задач проекта, тем больше сохраним природных ресурсов, тем больше сохраним природу. Вот эти все вещи, они были описаны и опубликованы еще в конце 90-х, начале 2000-х. Много было крика по поводу того, что это ложь якобы. Я многократно просил опровергнуть хотя бы одну цифру. Там было более развернутое, на самом деле там цифра еще меньше. Это я в крупную клетку показал, чтобы не вдаваться уже в мелочь. Потому что этого достаточно. Никто ни одной цифры не опроверг. Визга, крика было много, толка было мало. Истерик было очень много. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые партнеры, друзья, думайте решать вот эту задачу. Каждый может взять, зайти в интернет, проверить достоверность информации. Может попробовать сделать свои выводы по этому поводу. Свои обоснования, опровергнуть это дело. Теперь вернемся, или продолжим, извините, я неправильно сказал, никуда возвращаться не будем. Продолжим. Смотрите. Мы с вами посчитали, что у нас здесь вот такая эффективность. И берем, ну, обычную розетку, да. Бац, просто розеточка. Это я условно рисую, да. Берем зарядное устройство. И здесь ставим аккумуляторную батарейку, которую мы заряжаем. У зарядного устройства есть свой КПД. У батарейки есть R внутреннее, внутреннее сопротивление, на котором теряется часть энергии. Поэтому вот из этих 11% мы сваливаемся еще ниже. Потом, зарядив батарейку, мы его передаем на частотный регулятор. И с него уже подаем на электромотор, который уже вращает у нас какое-то, ну, скажем так, колеса. Да? У него тоже есть свой КПД. В итоге, сколько у нас с вами добирается вот сюда, вот здесь вот на валу, какой вращающий момент, сколько энергии, мощности из того, что мы подали. Это вообще смехотворно. Это вообще смехотворно. Поэтому я не против электротранспорта, нет, во многих местах он необходим. Но надо понимать, что массовая замена обычного транспорта на электротягу приведет к еще большей нагрузке сюда, сюда и к большему сжиганию топлива. К большему сжиганию топлива. И в этом случае можно было бы не соглашаться с тезисом президента Российской Федерации, когда он сказал, что для России нужны другие виды транспорта, работающие не просто на электрике, а на других видах топлива, там, и так далее. Но исходя из всего вот этого, он прав. Как бы это ни печально, как бы, что бы мы ни говорили, но он прав. Но в то же время ни в коем мере нельзя отрицать того, что электротранспорт необходим. И необходим он во многих местах. Допустим, в курортных зонах, там, где он перемещается, в тепличных хозяйствах, в рудниках, где сложности с проветриванием, с вентиляцией, в многих, многих, многих других местах. Поэтому электротранспорту быть, он должен развиваться. Но в то же время надо не забывать о том, что 60% потребления электроэнергии, промышленного потребления приходится на синхронные двигатели. И именно их совершенствование, повышение их энергоэффективности оказывает и может оказать наибольшим вариантом. Добрый день, уважаемые коллеги, все, кто смотрит, слушает, внемлет, протестует, возмущается. Всем здравствуйте. Значит, ну, мы с вами обсуждали последнее видео, там, несколько, первое. Мы отсняли, и я рассказывал про то, за счет чего асинхронные двигатели с умещенными обмотками дают экономический эффект. Иначе можно сказать, почему у них удельный расход на единицу произведенной работы ниже, чем у двигателей со стандартными обмотками. Во втором видео мы с вами знакомились с тем, что это дает. И что один сэкономленный киловатт электроэнергии позволяет сэкономить топливо, сжигая который, можно выработать 9 киловатт электроэнергии. И третье, где мы обсуждали, почему мы взяли за проект асинхронных двигателей, а не за лампочки. И о роли одного направления, второго направления и влиянии на окружающую среду, на жизнедеятельность человека и на значимость и масштабы. Объяснили нашу позицию, нашу точку зрения. И в части мы затронули все вопросы связанные по-крупному с экономиями, с вопросом экономии электроэнергии при использовании синхронных двигателей с умещенными обмотками, светодиодным освещением, последствия воздействия на электрические сети. Я периодически просматриваю комментарии к видео, особенно те, которые выложены у блогера Капитана. Мнения разные, противоречивые порой, абсолютно разные. Некоторые злобные весьма, но это нормально. самое главное, что в той либо иной мере эти вопросы интересуют. Несмотря на то, что я приводил ссылки на интернет-ресурсы, на источники, первоисточники, многое пытались прописать мне лично. Еще раз повторяю, уважаемые оппоненты, выводы строятся на основании общеизвестных материалов и широко доступных и в печатных источниках, в интернет-источниках, где угодно. Смотрите, читайте, анализируйте. И не надо мне приписывать все это хозяйство. Это хорошо известные вещи. Если вы их интерпретируете как-то по-другому, ну, интерпретируйте с обоснованием, со ссылочками, а не так, что я сказал баста. Поэтому всегда любую информацию необходимо подавать, исходя из того, что ты не согласен, потому, потому, потому и приводишь ссылочки, мотивируешь выкладки, обоснования. И тогда все будет нормально. А голословное заключение, вы понимаете, не унижайте себя. В первую очередь, вы себя унижаете такими заявлениями. Ну, и последний момент, который мы обещали рассмотреть в очередном ролике, было сказано о том, что мы посмотрим и расскажем и проанализируем совместно с вами, как нас с вами очень хорошо обманывали. Ну, как обманывали, но в пределах закона. Если кто-то рассказывает о праве МММ, вот мне было бы интересно посмотреть, как диванные воины, борцы со злом, за светлое будущее человечества кинутся сейчас, или после этого, просмотра этого сюжета, на тех, кто залез в их карманы. Залез в карманы дедушек, бабушек, отцов, братьев, сестер, и так далее. Откак эти борцуны будут отрывать корни свои могучие, подниматься, поднимать народную волну на борьбу с незаконным присвоением средств. Вот будем смотреть сейчас. Я надеюсь, что вот эти могучие деятели поднимутся и расскажут. Причем, я хотел бы обратить внимание на то, что то, о чем мы сейчас будем говорить, корнями уходит туда в 2000-е годы, и ссылку на публикацию Александр давал, показывал, именно на ссылку в журнале, статья в журнале «Электрик», 2003-й год, 12-й номер. Статья называется «Тихо, счетчики будят». Александр Сударев рассказывал про эту статью, и сейчас мы попытаемся разобраться, что, откуда и как. Ну, приступим к доске, к барьеру. Итак, в чем суть проблемы настоящая? Каждая квартира, квартира гражданина, любого, где мы проживаем, в нее заходят электросамбши, там стоит счетчик электрической энергии. Обычно СА, там, 4У-кома были, однофазные счетчики. Вот. Но, когда их устанавливают в квартире, они проходят периодическую поверку. У кого-то там украли в свое время, у кого-то сломался, человек берет, идет, конкретный человек, который здесь проживает, член семьи, идет в магазин, допустим, да, покупает счетчик, счетчик у него на руках. Ну, может он вернуться сюда, поставить счетчик? Оказывается, не. Почему? Несмотря на то, что тут счетчик выпущен с завода, имеет пломбы, все вроде бы нормально, человек должен был прийти в РЭС, районные электросети, либо организация, которая занимается поставкой электроэнергии, и отдать его на поверку. После поверки счетчик устанавливается в квартире, и опломбируется, уже как присоединение. Поверенный вот здесь вот. Но вызывает удивление. Какое удивление? Дело в том, что вот эта организация РЭС занималась поставками электроэнергии. В результате, что вот эти вот сотрудники РЭС-лаборатории, они занимались поверкой в соответствии с программой и методикой поверочных испытаний. они что делали? Они ставили счетчик и начинали его собственно говоря настраивать. Но и когда этот счетчик попадает в квартиру, попадал, он переучитывал электроэнергию, больше считал на 6-30%. Больше считал электроэнергию. И соответственно, вот этот человек или семья, которая здесь жила, вот это все оплачивало. Но не потребляя электроэнергию, они платили. Дедушки, бабушки, родители и так далее. Завес советский период. И постсоветский период тоже. Сейчас в настоящее время, да, предписано, что Росстандарт других бывших советских республик, я не знаю как, но сейчас Росстандарт назначает организацию ответственную за поверку вот этих счетчиков. А тогда было вот так. Как сейчас, ну там надо посмотреть. Мы сейчас говорим за советский период и недалеко прошлое постсоветский период. Сейчас немножко ситуация поменялась. И что? Никак не минуешь это. И вот человек, который там сидит, у него есть программа, методика, и он поверяет. Причем, как в проверке указано, любая, мы четко понимаем, что любая физическая величина, которую мы измеряем, она измеряется с некой точностью. Вот допустим, напряжение сети у нас, у, да, она может иметь значение отклонений вверх плюс 10 минус 15 процентов. Это допустимо ГОСТа, да. Если сеть подает такое напряжение, у нас все хорошо. Если выходит за пределы, значит ненормально. Точно так же при учете электроэнергии у нас есть допуски при настройке этого прибора, счетчика, да, с допусками, с какими-то определенными. Когда мастер работает и настраивает, он может выполнять настройки, и те измеренные параметры и настроения, они могут иметь отклонения как вверх, так и вниз. Соответственно руководство ему говорит только вверх, вниз, не дай бог. И вот этим и пользовались. Претензии предъявить к РЭСу нельзя. Почему? Он говорит, я в пределах ГОСТа. До тех пор, пока вот эта величина не превышается 6 процентов. 5 процентов, да, нормально, это прибор класса точности. Но если за 6 и выше, это, извините, нарушение. Но они всегда могли бы сказать, что извините, ваши приборы не поверены, вы не дочными приборами мерили, о чем вы ведете речь. Поэтому у нас все правильно, только у нас больше никуда. Именно поэтому все переплачивали. А теперь посчитайте за весь промежуток времени, сколько денег было переплачено и какие инвестиции каждый вложил в развитие энергосети и куда делись эти деньги. За пост советский период как сейчас я еще раз повторяю, это уже воины поднимаетесь с дивана, отрывайте корни и вперед выясняйте. Это ваша задача. Вы это можете сделать. Но что интересно, что не только аресы занимаются подобными делами. металлурги, когда катают сталь какую-то и так далее, у них тоже допуск на толщину. Вот есть лист металла и у него есть какая-то толщина мы измеряем. каждый раз, когда делают, они пытаются работать по нижнему допуску. Допустим, сталь откатали 5 миллиметров, допускается там 0,1 миллиметров, значит, они откатают 4,9. Зачем им лишнюю сталь туда давать? Сталь сортовая, сортовая, госсамодовлятория, удовлятория. И слава богу. И точно так же все усушки, утряски, во всех остальных вещах. Всегда пытаются работать по этому нижнему пределу. И это нормально. Это нормально. Но смотрите, что получается. Если сейчас мы с помощью совмещенных оборотов сокращаем потребление электроэнергии, удельный расход электроэнергии, то мы сокращаем и долю вот этих процентов. Потому что если мы уменьшили удельный расход, соответственно, и удельный вес вот этого дела в оплате в платежах в счете уменьшается. Поэтому даже в этой части наша технология позволяет экономить деньги. Засим думайте, действуйте, читайте, разбирайтесь, ройтесь в интернете, смотрите, изучайте. Я думаю, вы найдете очень много интересного. Этот материал лишь руководство действия.